Внимание! Мобильные телефоны! Не трогайте, пожалуйста! Господа, тишина! Господин Левин, вы хотите еще 2-1 сходу? Не-не-не. Производители мобильных телефонов в Германии разделяют аппараты на 4 класса. Самые простые в обращении с минимальным набором функций обозначаются буквой А. Телефоны с более элегантным дизайном и наличием всех необходимых функций обозначаются буквой С. Престижные аппараты с максимальным набором функций буквой С. И, наконец, телефоны с набором функций группы С, но еще и ударопрочные и влагозащищенные, буквы М. А теперь, внимание, вопрос. Почему для обозначения класса мобильных телефонов выбраны именно эти буквы? Они что-то обозначают. Супер, может быть, не знаю. Привет, может какие-то герои сказочные? Ансвай, драй. Ансвай, нет, драй. С, М, З, В, там, З. И, Ц, С, М. А какой язык? Немецкий? А, Б, Ц, Д, С. А, Арбайдер. Ребята, герои. Герои вспоминаем, может, в самом деле. Не немцы, или великие. Что еще? Йотэ. Герой литературы. Класс, класс. Мефистоф. Супер. Манефик. Манефик. Манефик, что такое волшебное? Хорошо, да. Да, фантастик. Сэр. А что такое Сэр? Молодые. Рабочий телефон, Арбайдер. Арбайдер. Да, Арбайдер рабочий. Сэр. Хорошо, дни недели. Клэр. Дни недели. А может, миллионер? Месяц. Перевод сам. Ух ты, что ты делаешь? Один. А римские цифры нет? С, С. С нет, римская цифра нет. А, вот С, махнифика, С, С. С, М, это милли и тысяча. Прошу, кто отвечает? Тишина. Тишина в зале. Валентина, кто отвечает? Кто говорит? Ты что? Прошу, быстрее. И чает Леонид Климович. Прошу. Ну, вот чтобы. Хорошо, попробуем. Значит, попробуем предположить, что в этих буквах зашифрованы, скажем так, римские цифры. Начнем от самого крутого. М, мили, это тысяча, то есть супертелефон. С, это меньше, С, это сотня, и А, это совсем чуть попроще. Единственное, что есть. Чем богатым? А теперь, внимание, правильный ответ. Господа, чтобы пользователям, господин Климович, чтобы пользователям было легче запомнить, какого класса тот или иной телефон, немецкие производители приняли понятную каждому жителю Германии классификацию. Господин Климович, классификацию автомобилей Мерседес. Ведь все знают, что А-класс самый простой, С-класс самый распространенный, С-класс элитарный, а М-класс джипы. Вадим. Господин, ведущий, у меня нет ни мобильного телефона, ни Мерседеса. Ну, это, я думаю, что к вам, господину Сусову, нужно обращаться. Господин, ведущий, я не слышу, кто это. Да, господин Ханов. А вот среди оппонентов МТС, среди 11 миллионов, по крайней мере, 58 человек ездят на Мерседесах, что очень приятно. Господин Ханов, чтобы знать классификацию моделей, не обязательно на них ездить, согласитесь. Так проще, господин ведущий, согласись, когда каждое утро видишь, так проще. Итак, господа, голосование закончилось. 3 940 рублей получает Андрей Тютялин из Санкт-Петербурга. Мне кажется, вопрос очень хороший, хотя и сложный, но очень логичный, да, господин Бусельников? Вы знаете, я так рад, что в нашей передаче бывают моменты, когда господин Сусов, яростный, отчаянно отстаивающий интерес от знатоков, вдруг начинает болеть за телезрителей. Поэтому не могу не, так сказать, пойти навстречу компании МТС и не увеличить сумму выигрыша на 10 тысяч рублей. Господин Баташок, скажите, пожалуйста, а ваша команда знала ответ на этот вопрос? Если честно, то да. Честно, честно, да. Но не подсказали. Но не подсказали и помощь магистров госпожа Голубева на этот раз не взяла на третьем раунде, как она любит. Ну что ж, четвертый раунд.